Следующий вопрос. Вот теперь тот вопрос, который мы косвенно упоминали в прошлом вопросе. Если опекун вот этого глупца решил женить его, должен ли он спрашивать его разрешение именно относительно брака? То есть согласен ли ты жениться на такой-то, на такой-то девушке? Более известное мнение у ханбалитов то, что это не является обязательным условием. То есть не обязательно просить его разрешения, его согласия. Первое мнение, то есть при этом первое мнение сказали, что такой брак является действительным, даже если он не давал на него своего согласия. И это также одно из мнений шафиитов. Это первое мнение в этом вопросе. И второе мнение в этом вопросе это мнение ханбалитов. То есть второе мнение у ханбалитов, которые сказали, что это является обязательным условием. То есть нельзя глупца женить без того, что он согласен на это. То есть без взятия его согласия жениться именно на такой-то, на такой-то девушке. Говорите так же, это одно из мнений шахиитов. Вот слова, при этом мнение является верным, аллаватом. Одному аллаву лучше известно. Почему? Потому что он не является умалишенным. То есть он не сумасшедший в разрешении и согласии которого не спрашивается. Узрослый человек, хоть и является тем, на кого наложен арест в финансовых взаимоотношениях, но арест наложен ему именно только в финансовых взаимоотношениях. Что касается других взаимоотношений, то есть супружеских и тому подобное, на него арест не наложен. Соответственно, разрешение у него спрашивать необходимо и обязательно. Это является обязательным условием нам. Говорит, что он имеет способность давать развод, имеет право давать развод. То есть, никто ему не запретил давать развод, если он женат. То, что на него наложен арест финансового взаимоотношения, не говорит о том, что он не имеет права давать развод. Поэтому нельзя заставить бракосочетанию, если сам он на это не согласен. так же, как если бы он был взрослым, то есть Рашид, человеком, который должным образом распоряжается своим имуществом. Или если бы он был взрослым рабом, то есть как этих, так и его, так же нельзя женить без его согласия. Говорит это потому, что женить его без его согласия, вместе с тем, что он имеет право дать развод, является явным вредом. Почему? Потому что, говорит, естественно, если его женя без его согласия, то он обязательно даст палат, то есть разведет эту свою жену, так и не хочет с ней жить. И получится так, что он должен выплатить ей махат, махат ватенника, вместе с тем, что лишится жены. То есть получается это явный вред, отдают деньги и взамен не получают ничего. Говорит, а также потому, что возможно у него есть какая-то цель именно от определенной девушки, то есть он хочет жениться именно на такой-то девушке. И не хочет жениться на какой-либо другой. И поэтому, если мы его заставим жениться на той, на которую он не желает жениться, то он не получит и не достигнет тех целей, которые он стремился достичь от бракосочетания. Говорит, и его цель от другой жены не будет достигнута. И этим самым этому человеку будет принесен явный вред, которым у нас нет нужды, то есть нет нам нужды наносить ему такой вред. Говорит, и мы это разрешали только относительно сумасшедшего и относительно ребенка. Почему? Потому что невозможно получить у них полноценного согласия. А здесь это возможно, то есть хоть он и глупец, но в этих вопросах он является разумным человеком и не является ум или шумным. Поэтому говорит, что является обязательным не дать ему упустить свои цели, то есть является обязательным просить его согласия на брак на определенной девушке. Поэтому, как мы сказали, глупец, его проблемы лишь в чем, потому что он не умеет правильно распоряжаться деньгами. При этом прошлом вопросе мы говорили, что его опекун может женить его и договориться за него относительно махара. Почему? Потому что его слово в вопросах финансовых не берется во внимание, то есть слово этого глупца. Поэтому опекун за него решает вопросы финансовых. Но вопрос согласия относительно определенной девушки, хочет он жениться на ней или нет, и вообще хочет он жениться или нет, и тому подобное. Это обязательно спрашивать у этого человека. Тамбия говорит примечание, если все-таки этого глупца женят без его согласия, то данный брак является действительно по более верному мнению. И этот вопрос мы уже разбирали ранее, то есть в книге о торговле, в вопросах о наложении ареста финансовых отношений. Далее, следующий вопрос. Продолжение следует...